Сухие, шелушащиеся, потрескавшиеся и обветренные. Именно в таких фазах чаще всего находятся наши губы в холодное время года. Поэтому сегодня несколько советов по уходу. Первое, чем мы можем помочь нашему организму, это соблюдать питьевой режим не менее полутора или двух литров воды в день. Также не забывайте про омега-кислоты, которые можно употреблять как с пищей, так и, допустим, в капсулах или в витаминах. Для стимуляции обновления тканей и удаления роговевших частичек кожи лучше всего использовать пилинг в виде скраба хотя бы раз в неделю. Запомните, скрабить губы с трещинами и воспалениями нельзя, только если они сухие и шелушащиеся. Движения должны быть легкие, максимально, чтобы не причинить большего вреда губам. Для пилинга можно выбрать скраб для губ. Выбирайте без задушек и без натуральных скрабирующих частиц по типу сахара или косточек абрикоса. Они оставляют микроцарапины на коже. После пилинга обязательно наносим крем или бальзам. Не забывайте делать маску для губ хотя бы два раза в неделю. Они продаются как отдельно, либо можно использовать крем для сухой кожи. Обычно они увлажняющие. Берем, наносим на губы и держим минут 10-15. На зимнее время забудьте помады, которые сушат губы, хотя лучше вообще навсегда отказаться от таких продуктов. Также не используйте блески для губ, которые обещают вам увеличить объем. Обычно там используются мята, либо какие-то перечные другие составы, которые могут только навредить вашу и так поврежденным губам. На губы можно наносить вазелин. Он гипоаллергенный, некомедогенный и хорошо препятствует испарению влаги, что актуально в холода. Ну и последнее. Не забывайте про бальзамы. Утром, днем, вечером, перед сном, в общем, в любую свободную минутку. Все-таки используйте, старайтесь использовать именно аптечные варианты или космоцевтику. Она будет гораздо полезнее для ваших губ. Ну и вообще, я надеюсь, что эти советы помогут вам сохранить их красивыми и ухоженными. Субтитры создавал DimaTorzok